всем привет добро пожаловать на мой канал рукоделий меня зовут мира и у меня начинается очередная рукодельная неделя и начала ее с уборки в своей рукодельной комнате я обещала на прошлой неделе что начну и вот у меня такие повылазили артефакты я нашла я когда-то покупала себе набор для квилинга и вот эти вот полосочки у меня их тут целый набор разных разных цветов мне хочется как-то интересно использовать вот эти полосочки возможно я их и по прямому назначению использую но как-нибудь так все вместе за один раз и забуду я уже так посмотрела в интернете что можно сделать я думаю возможно что я просто покручу такие кружочки монетки так сказать и просто их как абстракцию какой-нибудь организую что-нибудь такое панно какой-нибудь интересное что-то такого плана потому что он по-другому я просто не вижу шанса мне это не интересно выбросить как бы рука не поднимается кому-то отдавать они уже тоже такие немножко покоцанные лежали так неаккуратно и я вот придумала такое так что возможно через пару дней я вам покажу что я с них накручу посмотрю пару уроков на youtube как это делать как это все склеить правильно и возможно какую-нибудь абстракцию сделаю как убиралась не как это есть такое правило что нельзя когда убираешься нельзя начинать рассматривать что-то убираешь и я залезла свои блокноты и нашла свою раскраску и я поняла что я ужасно по ней соскучилась у меня с раскрасками история небольшая я купила себе когда только появилась я вот влюбилась вот именно вот в эту с океаном она мне очень понравилась у меня еще было пару экспериментов на нем не зашли я их по раздаривала по отдавала и вот фактически иногда когда есть такое настроение вот у меня романтическое меланхолическое и я раскрашиваю я покажу вам вот несколько разворотов что у меня уже раскрашено и покажу уж на чем сейчас я работаю я вот это раскрасила в такую вот радужную градацию вот этой страничкой не очень довольна у меня фломастеры ужасно себя повели тут и я не люблю эту страничку вот у меня вот эта страничка в процессе я ее решила сделать черно-красной как видите и я потихонечку себе в удовольствие что нравится пару элементов закрасила закрываю спокойно и через пару дней могу не вернуться также вот эту страничку я сейчас в процессе оформления делаю такую вот фон делаю красным таким вот глиттером и не знаю каким цветом я еще буду делать этих всех черепашек и рыбок но они мне такие очень симпатичные и я пока решила справиться с фоном а потом перейду уже к самим рыбками черепашкам дальше вот этот разворот у меня оформлен полностью вот этот оформлен полностью вот этот я очень довольна этим и цветами как у меня она получилась рыбка так так себе получилось в основном из за того что я недовольна фоном тут я его растушевывала с помощью сухой пастели а тут я думала что я карандашом нанесу такие вот полоски и смогу растушевать но они почему-то не захотели растушевываться и как бы вот остались такие недовольна вот вот это красивая у меня получилась такая это еще все ждет меня и и сегодня рисовала мне такая посетила мысль что мне этой раскраски хватит до пенсии с моими темпами но в принципе я никуда не спешу и пока уже несколько лет она у меня она мне не надоело я получаю удовольствие каждый раз от каждой картиночки так что пусть будет и до пенсии еще посмотрим тут у меня какие-то эксперименты с красками что я поняла что эти эта книжка не рассчитана на краски она рассчитана все таки больше на карандаш на маркеры на гелевые вот эти ручки обыкновенные вот что-то такого плана краски ей не очень нравится она от них такая вот как коряжется бумага и не очень он дружит с водой и тут наверное не больше так ничего тут тоже какие-то эксперименты с акулами у меня были и наверное может еще что-то вот тоже эксперимент не очень удачно я еще планирую ее немножко потом подправить какие-то дать блики белые возможно белым белым гелем по отрисовываю вот этот узор чтобы она более контрастно смотрелась так она типа прикольная такой оттенок синий фиолетовый получился и все наверное до конца уже больше ничего не нарисовано еще я а нет есть еще тоже мои эксперименты с красками не удавшиеся акварель вообще ужасно смотрится но как бы не сильно вроде покорежилась но все равно эффект мне не нравится как это все выглядит такие у меня рыбки не очень получились и тут тоже я вот просто по чуть-чуть себе потихонечку по несколько стрель штрихов делаю в тех иллюстрациях которые мне нравятся и потихонечку так вот продвигаются мои вот эти раскраски уже начала работать с вот этими русалочками так что тут еще у у меня в конце есть такая вот длиннющая раскраска ну работа еще действительно на много-много лет вперед в этой раскраске так я продолжаю потихоньку наводить порядок в своих рукодельных материалах и добралась я до бисера и вспомнила что у меня есть две заготовочки на пасхальные праздники пасхальный декор у меня есть вот такая салфетка пасхальная на корзинку с очень таким красивым небольшое разукрашенное такое вот золотое яйцо и ландыши и она мне очень нравится вот этот рисунок я очень хочу им заняться но я еще вспомнила что у меня есть и пасхальный бант а его даже еще не распечатывала сейчас с вами хочу его распечатать посмотреть какой он внутри и я думаю что скорее всего на этой недельке я им займу я наверное подберу к нему бисер тут работы немного бисера также немного я сделаю его таким вот в принципе как он на принте есть ярким и я думаю что это будет очень красиво это он завяжется как на инструкции не знаю вот видно плохо видно потому что он белый на белом вот это должен быть такой вот бант с двумя такими язычками на ручку на корзинку завязывать и мне очень эта идея очень нравится очень это красиво так выглядит и я очень хочу приступить к ней чтобы не было как в прошлом году что я не успела не с салфеткой это не с этим ты вообще по моему купила уже после пасхи вот так что я сейчас планирую немножко тут навести порядок кстати да я получила еще с алиэкспресс недавно два таких вот органайзера это таблетницы по моему одна из них точно таблетница какая-то но как оказалось они очень маленькие и я разве что сюда смогу насыпать уже какие-то остатки этого без принципе планирую вообще отдельное видео о том как я организую свой бисер потому что я опять же вот купила на новый проект и у меня тут немножко уже забордачилась а так я его вот организовывают такие вот штучки и так что я планирую сделать планирую разобрать немножко по складывать все по своим местам бисер какой-то с процесса в остатке какие-то у меня тут что-то вот разные там насыпанные какие-то уже на новые что-то покупала планирую подобрать цвета к этой вышивке скорее всего я займусь сначала бантом этим возможно немножко попозже я займусь салфеткой этой и что еще я планирую и хочу потестить вот как в эти таблетницы сколько бисера поместится у меня иногда есть пакетики 5 грамм есть пакетики 10 и есть пакетики по 50 50 понятное дело не помещается мне не туда не туда вот в эти таблетницы еще пока не знаю что мне поместится вот это было это как бы для инструментов считается органайзер а этот органайзер самый-самый из них прикольный и самый любимый потому что вот эти я покупала в отб они такие очень тут плохие замочки и они у них есть как бы свой плюс потому что они трансформируются они как пазл их можно цеплять и делать разной длины это их конечно плюс но то что они вот отщелкиваются постоянно и меня это раздражает а вот эти самые крутые органайзеры я оставлю ссылку где их покупала это с алиэкспресс смотрите что во первых что они в своем контейнере кроме этого каждый вот этот отсек они спаяны по четыре штучки вот так я себе подписываю номера и они очень очень классные тут замочки они очень хорошо держат и вот их помещается получается 28 вот этих ячеечек и очень я их люблю я жалею что я туда покупала разные купила на эксперимент и такие и такие и такие надо было просто взять три таких я бы себя поместила все свои пятиграммовые пакетики вот таки такой вот органайзер тем не менее имею то что имею еще сейчас раз сложу вот эти посмотрю что у меня есть вот этот пакетики даже не буду развязывать это полностью собран бисер на мое маковое поле я тоже им займусь но уже немножко попозже и тут еще у меня есть такая вот ирис я его покупала для экспериментов с вязаным крючком вязание крючком с бисером мне очень нравится эта техника но она у меня ужасно не получается я себя чувствую ужасно криворукой и мне так и не удалось связать хотя бы сантиметр какого-то толкового вот этого джигутика и меня все еще не покидает эта мечта что у меня это все получится и этот клубочек ждет своей участи вот тут так одиноко вместе с бисером так вместо того чтобы навести порядок немножко с бисером я еще сделала все хуже потому что я начала подбирать цветок вышивки уже засела за вышивку и не закончила с уборкой и поэтому я уже решила ее закончить она в принципе очень легко и быстро у меня продвигается сейчас я покажу как это выглядит выглядит на мне очень нравится как это выглядит она очень красивая и у меня главной моей задачей было обойтись теми цветами которые у меня есть вот в запасах потому что на такие малышки я не очень хочу покупать такие целые пакетики потому что нету смысла тут нету столько вышивки чтоб тратить на это деньги запаса у меня достаточно и я уже как видите заканчиваю осталось вот тут несколько буквально бисеринок дошить вот это яичко и останется только цветочки дошить ну и конечно же останется обратная сторона сейчас я вам покажу как это выглядит выглядит это очень красиво с другой стороны она продублирована таким вот наверное клеевым флизелином это заготовочка и полностью по краю так вот хорошо оверложена и вот как бы так выглядит это не вышито и выше то мне кажется немножко что камера искажает цвет бисера и я все-таки добралась немножко до этих моих рукодельных всех запасов уже немножко все структурировала сортировала по выбрасывала лишнее и на данный момент моя вот эта полочка над рабочим столом выглядит вот таким образом и также о наведении порядка на этих всех полочках я делаю отдельное видео я надеюсь что но с ближайшее время попадет на youtube наконец-то я навела немножко порядок в этой моей коробке с бисером что у меня получилось я вот эти пакетики уже совсем совсем с остатками пересыпала вот эту маленькую таблеточницу она мне нравится у нее очень хорошо и плотненько закрывается вот эти ячеечки и у меня были пакетики некоторые были с номерами а некоторые были не подписаны и поэтому они вот так остались не подписаны и я их использую на какие-нибудь проекты как твоим нибудь возможно шайкер насыплю или какой-нибудь может мне не менее работу буду вышивать и использую их и небольшие количество эту таблетницу я еще не пробовала но она мне также нравится по ощущениям вроде плотненько закрывается эти ячейки пока у меня просто все пакетики что надо было я пересыпал эти пакетики они пересыпала потому что все они рассчитаны на один проект ближайший которыми планирую заняться и поэтому я даже не трогаю не пересыпаю потому что я думаю что я так достану с коробочкой насыплю себе на салфетку как я люблю и буду вышивать тут я сложила как у меня все было только вот эти вот нехорошие не таки открываются я просто хочу уже подобивать как некоторые я подобиваю какие-то цвета которые там пойдут на какие-то следующие проекты и заменю и уберу вот эти органайзеры они мне очень не нравится и закажу с алиэкспресса еще возможно коробочки две такие и мне как раз хватит вот это все организовать как раз останутся возможно остатки с этого проекта по пересыпаются сюда один из хвостиков моего банта я уже вышила бисером мне очень нравится как это выглядит видите какая какая красота сейчас я так вам покажу очень красиво очень мне нравится как это выглядит и этот бант очень так интересно сделан он с обратной стороны не весь про клеен флизелином а только вот где вышивка и когда его закончу конечно же планируем сделать красивую фотосессию на пасхальной корзинке и насладиться как это все выглядит конечном итоге пока оставляю на этой неделе уже больше не буду вышивать потому что хочу заняться на этой неделе я больше бантиком заниматься не буду я планирую больше времени посвятить своему книжному городу я добавила себе два нюанса которые мне помогут быстрее продвигаться с моим этим процессом во первых я сделала копию схемы потому что на такой вот схеме где бэкстич я не люблю отрисовывать что я вышила потому что я потом по ней вышиваю бэкстич и иногда мне моя отрисовка может мешать поэтому я себе делаю копию на ней спокойно все зарисовываю маркером что я вышила обычно вышиваю бэк когда вышью все полностью туда уже занимаюсь бэком и что еще я сделала ужасно была неудобная вот это планшетки вот эти организации этого процесса от производителя примитивно вот так вырезала себе такие ячейки и все ниточки нарезала на нужную мне длину я посмотрела такую вот идейку у кого-то из девочек на ю тубе и она мне очень понравилось когда нитки вот так нарезаны это очень удобно я беру вот за эту петелечку одну ниточку я беру вот так петелечку из этого органайзера и вытягиваю я никогда вот когда такой организм я никогда не снимаю все нити вместе я вытягиваю только одну вот так ниточку таким образом это очень удобная уже очень давно так делаю со всеми вот китайскими наборами которые перед этим вышивала они от организованы именно таким образом я не знаю почему производители так делают еще одно недовольство моё этим производителем что тут были в этих намоточках бобинок было как сказать нить не цельная то есть она в какой-то момент могла оборваться отрезаться я не знаю что у них происходило и у меня есть просто ситуации когда одна из нити прям вот короче чем все остальные и это мне очень не нравится скажем так я прощаю этому производителю это за красоту сюжета но больше я с ним связываться конечно же не хочу вот и до конца недели я планирую заниматься только этим процессом с вышивальных процессов у меня до конца недели будет только уже этот процесс спасибо что вы были со мной эту неделю всем пока я продолжаю наводить порядок своими рукодельными запасами и наткнулась на вот такой набор бумаги для квиллинга и что я решила я решила его использовать потому что на будущее не планируя этим заниматься я когда-то очень давно купил этот набор он уже так немножко и погнулся уже он давно лежит у меня и я решила его все все самый простой открыла урок на ю тубе для самых начинающих посмотрела как делать такую форму нам не очень понравилось это очень такая она симпатичная нежная и я планирую все эти ленты сейчас перекрутить в такие вот капельки и какой-нибудь организовать абстракцию с инструментом у меня всего лишь вот такая чудесная зубочистка расколотая на двое посмотрела в этом уроке это самый простой способ накручивать эти ленточки за то время которое планирую сегодня посвятить рукоделию планирую вот это все перекрутить и так наконец-то я организовала себе процесс так как удобно мне то есть у меня сейчас уже все нарезанные ниточки как мне удобно я натянула ткань на пяльца и использую такой вот магнитик и также я держу возле себя схему я ее всю склеила и у меня она цельная я очень люблю когда я отмечаю вот заканчивается листочек чтобы не переходить на 2 что-то там не выдумывать я просто их отрезаю склеиваю и себе отрисовывая все что я вышила и рядом со мной лежит индекс с цветами и вот такое у меня продвижение небольшое вот по этой книжечке я продвинулась немножко пару крестиков буквально зелени начала и еще я накрутила уже все ленточки вот эти для квилинга и завтра я займусь оформлением какой-нибудь интересненькой работы и покажу вам и так мой эксперимент с квилингом закончен больше им конечно заниматься не буду в чем я убедилась в принципе потому сколько времени пролежали эти заготовочки и что я сделала я сделала несколько таких вот картинок они конечно в очень примитивном стиле но мне было интересно попробовать поэкспериментировать что у меня получится вот такой я сделала примитивный такой морской пейзажик конечно она безумно красиво выглядит вот на фотографиях крупным планом каким-нибудь под каким-нибудь интересным ракурсом это все такое ажурное но в принципе я немножко не понимаю вот этого искусства там одна работа у меня получилось классно сейчас мы к ней дойдем вот то есть если покупать цвета то надо покупать не вот так как я покупала просто набором этой мишаниной цветов которые в принципе потом не знаешь куда применить а надо брать только по те процессы которые тебе нужны по те идеи которые ты будешь реализовать потому что вот так просто это все пихать чтоб использовать мне не понравилось и вот такие примитивные работы я не люблю следующую работу я уже немножко заморочилась тут уже появился какой-то сюжет но на тот момент когда у меня появился сюжет у меня закончились белые полосочки и я на тучке пришлось брать вот такие кремовые но она вроде как бы пейзаж этим не испортила мне нравится вот этот результат что получился немножко это все конечно не аккуратно неровно я первый раз не знаю буду ли я когда-нибудь вот это вот все повторять возможно какие-нибудь определенные цвета куплю под какой-нибудь определенный процесс идею но сейчас точно нет ближайшее время тем более я планирую закончить это все глобальная вот уборку и разбирание вот этих всех моих запасов рукодельных разных что я покупала какое-то время просто скупала все всякие все что появлялась какие-то новые материалы и не использовала не лежат у меня просто как бы складировались и сейчас я потихоньку хочу это все разобрать минимизировать и оставить только то чем я реально занимаюсь что мне интересует и что я люблю и вот ну квин конечно к этому не отнесется но как вариант по крайней мере я знаю что от него ожидать и вот эта работка мне уже конечно по симпатичнее она уже такая мне интересная и если вот играть каким-нибудь таким масштабом к какими-то силуэтами возможно будет очень интересно и вот такой у меня получился пейзажик дальше также с разряда эксперимента это был у меня кусочек обои это кусочек обоев образец с какого-то магазина и он мне очень нравится я думала куда-нибудь скрабукин куда-нибудь его применить потому что там такая примитивный такой был print и я его наклеила на плотную картонку и по этому принту как бы по тем деталям которые были снизу украсила вот этими элементами квиллинга такая идея мне тоже нравится я немножко наверное погорячилась вот с этим скотчем он за яркий и дальше мой фаворит то о чем я говорила то есть если я буду что-нибудь подобное еще делать я буду брать только те цвета которые мне нужны что я сделала я сначала сделала фон такой вот разноплановый в трех цветах там красный синий сиреневый белый и так это все я прокрасила таким вот структурно покажу крупным планом как это выглядит вот так потом прорисовала ствол дерева и веточки наклеила вот эти квиллинговые элементы и потом еще украсила немножко такими вот голографическими цветочками и вот эта работа мне очень нравится как это выглядит если заморочиться сделать элементы более аккуратными добавить какие-нибудь кристаллы ствол дерева хорошо прорисовать то такая работа возможно и достойно того чтобы ее оформить какую-нибудь рамочку и куда-нибудь применить это пока будет у меня просто как у меня есть лежат такие работы в разных техниках и вот она будет там лежать с теми работами но так вот в общей сложности мне это очень нравится что у меня получилось вот с этого одного набора вот эти все работы у меня получились и еще вот осталось было пару штучек и я их добила сделала такие вот две панельки одну с таким вот цветочком одну такую как бы полянку цветную и я возможно на 8 марта сделаю с этими панельками какие-нибудь открыточки интересные и вот моя рукодельная неделя подошла к концу на следующей неделе я планирую закончить уборку в рукодельных запасах и возможно покажу что я нашла интересненького в запасах как у меня это все происходило в процессе и покажу что у меня получилось конечными токи потому что я уже вижу как это все будет выглядеть я уже немножко все по это поскладывала по структурировала и надеюсь будет интересно подписывайтесь спасибо что вы были со мной эту неделю всем пока и